Здравствуйте, Владимир Вольфович. Давайте поприветствуем Владимира Вольфовича. Добрый вечер. Я именно в это время смог к вам прийти, потому что дебаты и парламент. Я не мог перенести обсуждение в парламенте вопросов. С удовольствием к вам приехал. Мне сказали, что можно сейчас. Поэтому я приехал. Пожалуйста, по вашему графику, что должно быть. Мое вступительное слово. Хотелось бы, чтобы в 5-10 минутах вы обрисовали концепцию российского образования. Какое ее видите вы, а после этого вам будут задавать вопросы. Хорошо. Значит, образование. Я думаю, начинать нужно с воспитания молодых родителей. Если здесь у нас не будет никакого воздействия, то ребенок, еще не родившись в утробе матери, будет чувствовать напряжение и родиться преждевременно. Это нужно объяснить родителям, что вы не имеете права волновать. Ребенок все чувствует. Почему я это говорю? Я родился, мы не дождались врача. Поезд уходил. Мама знала, отец уезжает навсегда. Естественно, это волнует женщину. Навсегда уезжает тот, от кого она должна родить ребенка. Он должен был родиться через неделю. Естественно, это вызывает преждевременные роды, волнение матери. Она хотела, чтобы он остался. Но по политическим причинам эшелон Алматы, Москва, Варшава должен был уйти вечером 25 апреля. И, естественно, я родился. Успели на вокзал приехать, сообщить, что у вас сын. Поэтому еще в момент нахождения матери уже воспитание должно быть. Хотя бы в спокойном отношении. Потом идут круглосуточные ясли. Там кто у нас воспитатели? Детский сад. Наконец, школа. Школа, сразу говорю я, обязательно три типа. Мужская, женская и смешанная. У нас две крайности. Только мужская и женская. Я заставил один год мужскую школу, после этого смешанная. Обязательно нужно дать возможность выбора. И, естественно, общее какое-то образование, допустим, 9 классов. Потом, я думаю, надо как в Германии продлить 12-й, может быть, и 13-й класс. Европа уже это опробировала. И уже дать профессиональную ориентацию. Никакой профессиональной ориентации нет. Большинство поступают в вузы по месту жительства. Куда пошел приятель? Мода какая? Например, я хотел быть военнослужащим. Почему? Вот войска идут и идут. Послевоенная эпоха. Потом следователь Лев Ашанин. Вышли его книжки, записки, там мур. Ну хорошо, следователь. Потом мне родственник говорит, Володя, будь дипломатом. Весь мир объедешь. Дипломат. Красиво звучит. Вот три выбора. Ни офицером я не должен был быть. Ни следователем, ни дипломатом. А как мы выбираем? Отца нет, в школе ничего не говорят. В школе говорят, мы строим коммунизм, юристы не нужны. Все. Это же идиотизм. То есть профориентация обязательно. Помочь выбрать профессию, потому что самое главное. Поэтому 10, 11, 12 класс, он должен уже работать по своей профессии. Но в форме учебы. Дальше в ВУЗ. Никаких экзаменов. Никаких экзаменов. Поступают все. И отчисление будет естественное. Первая сессия, вторая, третья и так далее. И там не привязывать к учебному плану этого факультета, сколько у вас должно быть студентов, преподавателей. А уговаривать перейти на другой факультет. Если Москва. 36 факультетов. Если я начальник факультета или завкафетра, я вижу, не туда пал парень. Девушке не нравится. Давай на другой факультет. Уговорить перейти. Нет. Наоборот. Они задерживают у себя, потому что это зависит от зарплаты преподавателей. Все. Иначе нужно сокращать преподавателей. И мы калечим молодежь. Шесть лет слушай этих товарищей с этой кафедры, потому что если ты уйдешь, нам придется эту кафедру ликвидировать. После этого работа. Можно рекомендовать, конечно, бакалавры, магистратуру, аспирантуру и работа. Здесь тоже желательно продлить какой-то образовательный цикл. Говорят, что там чуть ли не беспрерывно. Всю жизнь учить. Я считаю опасно. Опястно навязывать изучение иностранных языков. Считаю неправильным. Мы должны дать возможность изучить еще одну профессию. Или глубже свою. Сегодня отличный перевод. И нельзя научить языку так, чтобы он свободно владел. Но нагрузка бешеная. И тогда мы теряем в пустую время. И товарищ считается, язык знает, на самом деле ничего он не знает. Он в анкете пишет. Там владею, пишу, читаю со словарем. Поэтому не надо делать упор на обязательное изучение иностранных языков до еще одного, двух, трех. В американских вузах ни одного иностранного языка не изучают. Как и в большинстве европейских. Это только в России. Нам все хочется поклоняться иностранным и культуре. И вот давайте язык, язык, язык. Мало этого, еще заставляют русских на территории России, сегодняшней, учить местный язык. С детского сада. Вы представляете, что делают? Мордовия, татария и ряд других регионов. Как раз-то образование татария. Вот. Зачем? Слушайте. Вот это и вызывать в будущем межэтнические конфликты. Я почему с Казахстана уехал? Включаю радио на казахском языке. Включаю телевизор на казахском языке. Тогда не было пульта, чтобы 40 программ. Одна. Я жду, когда кончится передача на казахском языке. Телевидение или по радио. Поэтому нельзя навязывать людям. Ведь поймите, русские с удовольствием выучат второй язык. Но если второй. Но если Мордовия через 100 километров кончает свой язык. В Пензе уже не нужен. И что мы будем делать? Если в Латвии через 100 километров литовский язык. Что русские должны учить? Три, четыре, пять, шесть. А в нас, в республиках обижаются. Почему русские живут у нас, мол, и не изучают? Если мы были бы двуязычная страна, обязательно выучим. Русско-татарская республика. Все бы изучили татарский. Всё. Или Россия и Литва. Все бы выучили литовский. Но у нас 100 языков. Ну что издеваться над русскими? Если он в Молдавии родился, там молдавский. Переехали в Прибалтику, там латышский. Поехал в татарию, там татарский. Ну что вы? Вы что издеваетесь над людьми? То есть вот это вот у нас неотработанная система. Добровольно, пожалуйста, понуждать ни один язык. Ни иностранный, ни местный. Нельзя. Обязательно в высшей школе, в средней школе найдите гуманитарное, техническое. Здесь он определился. Ну дайте ему гуманитарные лицеи, технические гимназии условно. Всё. Десятые, одиннадцатые, двенадцатые уже точно распределили мы. А потом уже пойдёт физика, химия, так сказать, там математика. А здесь пойдёт там литература, не знаю, там музыка, живопись, история, обществоведение. И в ВУЗе давайте там тоже дадим возможность ему свободное. То есть какая реформа должна быть? Свободное изучение предметов. Допустим, в ВУЗ 50 дисциплин. Всё, повесьте 200 дисциплин. Выбирай. Любые 50. Должен сдать 50 зачётов, 50 экзаменов. А какие твоё дело? Нет, ему указывают какие. И он с трудом учит, зубрит, шпаргалки и забывает начисто. Ему близко не надо, потому что он с ненавистью учил. Ну дайте свободу. Что вы издеваетесь? Ему же работать, ему жить. Если он твергает эту дисциплину, что вы его заставляете её изучать? Поэтому, значит, мы должны определиться. Мужские и женские школы, специализация гуманитарная, техническая. В ВУЗе он сам, дайте ему норму. 50 экзаменов сдай, любых. И пусть он выбирает. Переводится, пускай. И последнее. Нагрузка. Чрезмерная нагрузка. То есть мы душим и давим молодое поколение. В школах там до 5 часов. В ВУЗе с 9 до 9. И вырастает больное поколение, которое уже не хочет размножаться. Вы понимаете? И весь день какую-то Виагру рекомендуют. Что мы задушили образование. Люди здоровые, но через огромное количество информации, предметов, занятий, что ещё хотят? Школу, секция, спортивный кружок. Слушайте, это что вы делаете с детьми? Дайте им свободное время. Нет, ищут возможности, как задушить. Ещё предмет, ещё часы, ещё давайте. После школы останься. Значит, там грубо какого-то продлённого дня. То есть масса, массовое такое давление на ребёнка. И даже уже когда ему 18 лет, и даже 25. Вот здесь мы должны поставить жёсткие ограничения. Обязательно, как можно дольше физкультура. Обязательно найти вариант ограничения. Давайте по полурока, но не позже двух часов дня. В 9 начали, в 2 часа закончить все занятия. Обед. Все школьники, студенты в 2 часа обед. И бесплатный. Чтобы не было детей, которые как бы голодные находятся. До спорта чувство голода от школы осталось. У меня было 5 копеек на пирожок с повидлом. А 30 копеек на обед в школьном буфете у меня не всегда было. Я шёл к маме после работы. И с унижением стоял я. Она около повара, чтобы через полчаса, может быть, тарелку супа мне принесут. Это сколько унижений. Это отсюда революции все. Это отсюда детский суицид у нас. Отсюда разводы все. Отсюда неприятие власти. Поэтому образование. Это самое главное. Но времени нет. С временем война. После войны. Извеченные родители. Безотцовщина. Я до сих пор помню. Это позорный класс. Радистический комитет ко мне подходит. Шестой класс. Вова, ты у нас из малообеспеченных. Вот мы тебе решили ботинки купить. До сих пор я эти ботинки помню. Как я их презирал. Я взял. Я действительно бедный. Ну зачем вы мне говорите, что я бедный? Ну дайте ботинки. Володя, вот ботинки. Всё. Ты бедный у нас. Это только дураки могли сказать. А кого мы поставили в родительский комитет? Там, где папа начальник, ей нечего делать. Вот она в родительском комитете. Она себя проявляет. Вот ты бедный, мы тебе что-то такое дадим. Разве можно мальчику из малообеспеченной семьи это тыкать в глаза? Ты бедный. Прошло 50 лет, я это помню. Фамилию помню этих членов родительского комитета. Поэтому это очень опасно. Это очень важно. Вот министр. Нападают все на Фурсенко. Слушайте, он не хочет быть министром. Вы его держите и считают плохой министром. Вы поставьте того, кто хочет. Кто у нас педагог в стране и хочет учить. И которого хотят слушать, чтобы не вызывала отвращение фамилия, хотя он не виноват. Вот, фурсенковщина там уже придумали. То есть где этот педагог, которого слушает вся страна, любят все дети? Он должен быть. Потому что нагрузка к чему приводит? Вот я уже перехожу, заканчиваю. Наши пять кандидатов в президенты. Вот перебор с нагрузкой у Прохорова. Не женат и нет детей. А 50 лет. Перегрузили. Поступил непонятно как какой-то вуз, почему-то ушел в армию. Выгнали за неуспеваемость. Однако все зачищено. Нет нигде никаких данных. Почему Прохоров ушел в своего первого вуза после первого курса? Какой дурак уходит в армию, студентом будучи? Тебя кто позвал? Ты уже поступил? Студентов мы не призывали. Возвращается опять финансовый институт. После этого сразу начальник управления. Слушайте, ты как? Нигде в мире невозможно. Студент окончил вуз. Начальник управления в лучшем банке страны. И естественно, эта нагрузка бешеная привела к тому, что он не женат и не женится. Сегодня у меня были дебаты. Вечером посмотрите. Он так трактует. Я ему сказал. Какой же ты президент? Если ты семи даже нет. Ничего нет. Говорит, надо любить. Надо полюбить. Это безнравственно. Значит, вступить в брак, если ты не любишь. Слушайте, а если ты полюбишь 90 лет? Какой ты отец и дедушка? А если ты полюбишь на кладбище соседку, соседний гроб? Что, тогда ты вот полюбил наконец? Это же идиотизм. Я согласен по любви. Но я сразу говорю. 90% браков по расчету. Нельзя подобрать эту пару. Где? Кто против-то любви? Но не получается. И я заканчиваю. Еще один кандидат Миронов. Наоборот. Трижды женат. Это зачем? Значит, нагрузка бешеная. Шесть дипломов. Как можно получить шесть дипломов? Я два. До сих пор я чувствую эту бешеную нагрузку. Это нельзя. Только один вуз. Только пять лет. Это шесть раз он учился. Даже по три года, 18 лет. Откуда дети, откуда жены? Всех бросал. Вот третья. Самая богатая. Видишь, почему с семь разошелся? Видимо, мало дал. А третья. Самая богатая из всех жен, всех пяти кандидатов. У Прохорова просто нет жены. Понимаете? Поэтому у него не с чем сравнивать. Поэтому здесь кадровый вопрос. Подобрать министра, снизить нагрузку и дать больше свободы. Вот та позиция, которую я занимаю много-много лет. И считаю, все олимпиады убрать. Все липа. Убрать все конкурсы. Убрать национальные квоты. Запримите детей без всяких экзаменов. Они все замечательные. 18 лет это будет или 19. И сама жизнь заставит их уйти вообще и другой факультет. Но никаких ЕГЭ. И никаких вариантов, когда мы мучаем их. Были вступительные, там, не знаю, выпускные. Это ненужный совершенно процесс. И в армию не призывать их. Мы их гоним в армию, и они там друг друга убивают. Поэтому только добровольцев. Добровольцев придут из СНГ. Все, кто хотят. Не должен быть домоклов меч. Ой, в любой ВУЗ только, чтобы не взяли в армию. Что мы делаем? Мы принудительно заставляем поступить в ВУЗ, чтобы избежать армии. И самое последнее. Сейчас за рубежом находится 200 тысяч русских ребят призывного возраста. Они не хотят, чтобы их призвали. И ждут, когда им исполнится 27 за границей. Но он же молодой. Он там с кем-то начинает жить и работать. И в 27 он может не вернуться. Мы теряем. Что предлагает ЛДПР? Мы говорим, пусть он заплатит деньги. И мы его освободим от воинской обязанности. Допустим, 10 миллионов рублей или 20 миллионов. Но он здесь останется. Нет, это откуп от армии. Должны все служить, но они не хотят служить. Вы можете понять. Они уехали. И мы теряем своих лучших сыновей. 200 тысяч сидят в Европе и не вернутся, пока не будет опасности воинской обязанности. Это все связано с образованием, с воспитанием. И везде у нас есть конкретные рецепты. Мешают КПРФ. Справедливая, единая. Поэтому 4 марта нужно проголосовать за меня. Тогда мы наведем порядок в образовании. Иначе все останется, как было. Пожалуйста, вопросы. Спасибо большое, Владимир Вольфович. Вот вы знаете, уникально. Просто вы сегодня четвертый представитель. Геннадия Андреевича у нас уже не будет. И вот вы как бы последний, кто сегодня выступает. Только вы сумели в конце подвести к тому, что наш разговор об образовании превратился в вашу агитацию. Это вот удивительное качество. Вы, видимо, по-настоящему хотите стать президентом. Потому что вот Геннадия Андреевича я уговариваю все. Я говорю, Геннадий Андреевич, ну подъезжайте. Он говорит, я не могу у меня дебаты. Я говорю, так и у Жириновского, и у Миронова дебаты. Все успели. Но вот, видимо, знаете, вы, видимо, больше хотите стать президентом. И, наверное, у вас на самом деле, если вы планируете им стать, есть представление о том, каким должно стать образование после 5 марта. Прошу вас, коллеги, задавайте вопросы. У кого есть вопросы. Да, пожалуйста. Владимир Вольфович, директор школы, город Москва, Пименов Александр Юрьевич. Я как раз к вашему начальному выступлению о родителях. Сейчас школа ответственна за все. Суицид произошел, школа, директор долой. Что бы ни произошло, ответственна школа. И нигде не говорится ни у Малахова, ни у кого об ответственности родителей. То, что школа не может даже их привлечь на родительское собрание. Мы не можем на какие-то психологи-педагогические консилиумы, они у нас не приходят. Мы говорим о хамках учителях, а иной раз как ведут родители себя в школе. Это уму непостижимо. Поэтому у меня вопрос следующего характера. А не стоит ли задуматься о том, что как юридически обязать родителей нести ответственность за своих детей в плане, по крайней мере, взаимодействия школы. Я когда сюда ехал, посмотрел в Англии, закон они сейчас обсуждают. Если запретить родителям забирать детей в учебное время отдыхать, когда дешевые путевки. Понимаете, значит есть какой-то опыт, мы говорим о ювенальной юстиции, да? Когда родителей надо юридически уже в сотрудничество включать. Хорошо. Значит, очень трудно перенимать чужой опыт. У них есть возможность замены населения. Они прекратили население увеличиваться. Только один к одному и даже уменьшается потихонечку. И есть замена. Они набрали мигрантов, которых держат в определенных рамках. У нас, если мы можем ввести ответственность родителей и какие-то ограничения, к чему приведет, перестанут вообще рожать. Столько проблем, да пошли вы. Этих детей еще меня будут забирать, меня упрекать. На собрание пойди, комиссия по отношению. Вот в чем опасность. Что у нас родители мучаются. Спасибо, что вообще родили они. Ведь абортов у нас раз в пять больше, чем рождение. Я говорю, давайте уговорим не делать аборт. Не хотят. Давайте уговорим ее. Вот санаторий, оставайся, роди. Здоровью не будет ущерб. Ребенка мы заберем, на тебе еще сто тысяч. Не хотят. Вот в канализацию спускаем 3 миллиона или 5 миллионов, можно. В канализацию. А сохранить государство не хочет. Есть возможность бездетные пары лечить. 6 миллионов. Я знаю этот центр. Так мучают этих женщин. Год таскают еще анализ, еще чтобы вытянуть деньги. До 100 тысяч вытягивают. Ну нет у женщин этих денег. И миллионы бездетных пар не лечатся, чтобы родить. То есть можно найти очень много способов заставить родителей ежедневно заниматься воспитанием детей. Всю ответственность положить. Но это приведет к одному. Не захотят иметь детей. Они увидят, что происходит у соседа. Мы уже ввели ювенальную институцию, ювенальную юстицию, там или судебные приставы. В холодильнике мало каши творожка, забирают ребенка. Вы что делаете вообще? А у кого есть в холодильнике все необходимое детское питание? Весь необходимый набор игрушек? Да меня бы давно у матери моей забрали бы в какой-то приют. У нас вообще холодильника не было. Никаких игрушек не было. Я в рванье ходил. И что, вы меня в детский дом должны были отправить? Оторвать от моей матери. То есть это до идиотизма доходит. То есть вы правы. Школе тоже тяжело. Учебный план. Поэтому должны специальные психологи, мужчины. В каждую школу, в 7-8 класс. Хотя бы это. Все классы не охватить. Но в каждой школе преподаватель, тренер такой, играющий, как и классный руководитель. Он не должен ввести никакой предмет. Мы должны остановить суицид. Вот 14-15 лет они выбрасываются. Они вообще не понимают, что это такое. А, поссорился, все, я выкину, выброшусь отсюда. Вот здесь родители не остановят. Дети не хотят общаться с родителями откровенно. И обычный преподаватель-предметник. А вот специально подготовленный мужчина, психолог, который детскую эту психологию понимает. Вот только так мы сможем помочь детям. Пожалуйста. Можно я, прежде чем, вот да, сейчас я передам слово. Просто маленькая ремарка. Мы вот как раз говорим, а у меня дети в средней школе учатся. По поводу психолога абсолютно согласна. У них в школе есть психолог. Но возникает вопрос. У них хорошая школа 20-30, известная в Москве. Но, например, как бы в отдаленных регионах, Владимир Вольфович, завести хорошего специалиста, психолога, это дополнительные деньги. То есть мы, получается, становимся заложниками ситуации. Когда мы говорим, мало денег платит учителям, так мы еще берем дополнительные расходы на психолога. Хотя я согласна, он нужен. Так вопрос. Если, например, да, вот вы как бы будете назначать министра образования, вы будете менять концепцию развития российского образования. Где вы эти деньги возьмете и откуда вы этих специалистов найдете? Вопрос. Объясняю. Вот сейчас мы выделяем 23 триллиона рублей на армию. Ну, во-первых, кто дал право кремлевскому кандидату такие делать заявления? Мы, парламент, такого решения не принимали. По конституции только мы утверждаем бюджет. Но малограмотный избиратель, о, он обещал столько денег. Он может обещать все, что угодно. Парламент решает судьбу наших денег. Но психологов он не обещал, это вы сказали. Так вот, я и говорю, что не надо обещать эти 23 триллиона. Это ровным счетом ничего не дает, ибо это годовой бюджет США на оборону. Что же мы успеем за 10 лет, если мы каждый год в 10 раз меньше будем тратить? То есть это нас не выводит в страну победителя в войне. Вопрос. Консолидированный бюджет образования 2 и 3 триллиона. То есть вы предлагаете... Добавлю. Добавлю обязательно. Почему? Это солдат, который не замерзнет в казарме. Это ребенок, который не выбрестся из окна. Это дети не будут травиться, не станут наркоманами. То есть мы здесь имеем больший привес с точки зрения человеческого капитала. Самое лучшее вложение в человека. Вот в него давайте вложим и деньги на подготовку и на работу этих мужчин-психологов со знаниями на детской психологии мы имеем уже сегодня. Только давайте скажем. Ты не идешь в школу, потому что маленькая зарплата. Сколько тебе надо? 30 тысяч? Все, иди, шагом марш. 40 тысяч? Давайте дадим 40 тысяч. Есть деньги в стране. Есть. Прохоров пускай не катается в Куршавелле или не выводит деньги за пределы России. Денег немерено у нас с вами. 500 миллиардов долларов элита вывезла туда за границу. Что вы на оборону тратите? Американцы смеются. Что вы? Вы что с нами воевать собираетесь? Да вся элита ваша держит деньги у нас. Жены их у нас. Дети учатся у нас. Это кто с кем будет воевать-то? Поэтому это просто на малообразованного избирателя такие вот программы. 23 триллиона на оборону и на все остальное. То есть деньги в стране есть. Давайте их бросим, увеличим на образование. Обязательно. То есть передавая слово Борису Старственную, я уточню. То есть если я вас правильно понимаю, вот мы просто весь год там все, кто присутствовал на разного рода встречах, слышали. Мы говорили о том, что денег на образование выделяется достаточно. То есть я вас правильно понимаю, чтобы зафиксировать эту точку, денег мало. Поэтому и образование. И почему не надо делать на образование? Эти дети будут здоровыми. И нам не надо будет увеличивать на здравоохранение. Они не будут преступниками. Нам не надо будет тратить на правоохранительные органы. Они не погибнут в армии. То есть мы, хорошо вложив детей, получим экономию по всем другим направлениям. Мы их научим жить. И это куда выгоднее, чем сперва их не воспитать. Сделать их больными и потом давать врачам, полицейским, следователям. То есть надо понять, перевернуть нужно вложение денег в здоровое молодое поколение. А вот на других частях мы сэкономим. Иначе мы больное поколение и другие отрасли жизни нашей социальной заставят нас истратить те же деньги, которые лучше потратить на образование. Поняла. Борис Старостин, прошу. Спасибо большое. На самом деле много интересных находок вы сказали. Действительно для школы. Но я учитель с Урала. И вообще мои ученики просили вам лично передать, что они совсем не глупые, Владимир Вольфович. Но вопрос не в этом. Вопрос в другом. На национальном образовательном форуме «Умная школа», который был институт Тинатин Гивериной, мы обсуждали национальный вопрос, насколько он применим к школам вообще. У вас в вашей программе третьим пунктом стоит «Защитить русских». Насколько в отношении детей, в отношении школы можно поднимать национальный вопрос и адекватно ли это? Как вы думаете? Спасибо. Значит, по поводу Урала. Интервью было 10 лет назад. Почему не показали 10 лет назад? Потому что оно было нормальным. А сейчас надо ударить по Жириновскому конкурент, чтобы за него меньше голосовали. Вырывают часть интервью, из которого якобы получается, что я считаю, что за Уралом живут дебилы. Я о Ельцине говорил. И с журналистом целый час. Говорим, ну в чем же причина все-таки? Ну, Горбачев, член генсек. То есть все, что в Москве, они одинаковые. Может быть, место рождения какое-то значение имеет. Где он родился? Что это за деревня Будка? У нас в Орловской области была деревня Дуракова. Почему так назвали? Ну, потому что там рождались дураки. Не потому что жители Орловской области дураки. Но бывает. Испокон веков где-то какие-то места, где вот какое-то, как бы есть вот люди, ну, недалекие там были. Нет там Чайковского, Ломоносова. Это не я придумал. Не я придумал. Поэтому я говорил о Ельцине. Давайте подумаем влияние, вот, месторождение на человека. Чернобыль. Разве это не влияет? Радиация. Уроды, разве не рождаются в Вьетнаме после химической атаки американцев? Сколько там уродов? То есть я об этом говорил. А вы мне сейчас говорите, что дети Урала просили передать, что они не дураки. Я никогда не говорил про население как дураки. Я говорил, привольное село родился Горбачев. Что, я против старопольцев? Брежев. Я брал родословную. Откуда руководители, разрушители нашей страны? Путин, петербуржцы. Что, на меня петербуржцы будут обижаться теперь? И что, что петербургская команда захватила и душит всю страну? Но это команда, а не жители Петербурга. Лужков, при нем Москва была вся грязная, коррумпированная. Это что, москвичи? Я говорю, черкизон, это не Москва. Что, москвичи себя считали обиженными? Мы понимали, что на черкизовский рынок это бандиты-воры. Что, Кущевка в Краснодарском крае? Это что, жители Краснодарского края бандиты? Владимир Больфович, я вас просто попрошу вернуться к образованию. Я говорю, так нет. Это имеет отношение к образованию. То есть мы не образовали людей. Мы такую пропаганду строим, что она рассчитана на идиотов. Видите, товарищ у вас. Приехал учитель. И он считает, что я плохо думаю об Уральцах. Он читает газеты. Это нужно научить людей. Поэтому вопрос его теперь, национальный. Самый сложный. И ЛДПР больше всех принимает, уделяет внимание. Российская империя рухнула не потому, что были большевики. А разлом пошел по национальным границам. Именно большевиков поддержали национальные окраины, которые обещали им создать самостоятельные государства. Обманули их. Они задоили злобу. И в 1991 году мы снова обрушились по национальным границам. Поэтому в школе нужно что? Например, нужно рассказывать о национальном составе нашей страны. За весь исторический период. Об обычаях. О том, кто и как может себя осознавать принадлежащим к какой-то национальной группе. Что никакая национальная группа не должна иметь привилегий. Ни в учебе, ни в работе, ни кадровый вопрос. Вот я с Казахстана почему уехал? Хрущев, это еще Беля хотел сказать, давай начнем национализацию местных кадров. И сказали, так, поставить везде казахов, начальниками, русский зам. В вузы принимать казахов, русских в сторону. Все. Мы поняли, что нам в вуз в Казахстане не попасть. Начальником никогда не стать. Это советская власть сделала. Зачем это сделали? Зачем сейчас ввели квоты для жителей Северного Кавказа? И возбуждают ненависть к ним со стороны Ставропольских вузов. Приезжают, у них аттестат, 100 баллов. По русскому языку 100 баллов. А русский, все, ты на улицу, а он будет учиться здесь. Я не могу здесь не добавить, Владимир Владимирович. Вот мы когда проводили форум «Умная школа», мы как раз проводили исследование. На самом деле, вот вы говорите, да, про уральцев, что не вы так сказали, а информация неправильно пришла. Тоже могу сказать, что проверяли количество 100-бальников и количество выпускников, вот золотых дипломников Северного Кавказа. Одной тоже их не увеличилось на самом деле. Просто репутация такая, но технически ничего не изменилось. Я сам учился в МГУ, была квота национальная. Со мной учился сын председателя правительства Грузии, Дима Джавахишвили. Ничего не делал. Денег немерено, поболтался в Москве и уехал в Грузию. Чего ему учиться, папа хозяин Грузии, он будет здесь в Москве жить в общежитии, там какие-то экзамены сдавать. То есть никаких квот на образование, никаких квот на работу, никаких квот на должности руководителей. То есть все на обычных условиях. Достойный? Пожалуйста. Никакой национальности должна играть роль. Вот это должны мы воспитать у всех. Пожалуйста. Можно тогда, прежде чем я передам слово Альберту Харистовичу, вы важную вещь очень затронули, потому что где сейчас... Вы сказали, Джавахишвили? Дима Джавахишвили, да. Да, вот где сейчас Дима Джавахишвили, даже несмотря на прекрасную писательскую фамилию, никто не знает. А где Владимир Вольфович видят все. Почему? Потому что вы очень часто, те, кто за вами следят, знают, вы получили хорошее образование, вы очень хорошо учились, вы опять-таки историю хорошо знаете. А в сегодняшней школе историю преподают два часа. Вот то, о чем вы говорите, да, когда это все преподавать, если история идет два часа в неделю. И вот на этом фоне не могу вам не задать вопрос. В советской системе было понятно, что хорошо образованный человек гарантированно получит хорошую работу. То есть если ты очень хорошо закончил школу, ты золотой дипломник, ты золотый медалист, потом ты дипломник, ты точно получишь работу. Вне зависимости все-таки от национального признака, потому что медали и золотой диплом, и красный диплом свое дело делали. Сейчас дети не верят. Вот у меня основная проблема. Дети не верят в то, что хорошее образование – залог хорошей карьеры. Это мое субъективное мнение, может меня кто-то поправит, но эта проблема есть. Как вы считаете, как вы будете объяснять, как вы будете стимулировать детей учиться? Они учиться не хотят. Для этого нужны лекции общероссийского масштаба. Тысячи школ мы не охватим. Но если по пятому каналу ежедневно будет выступать человек такой, как я, например, и объяснять им. Ко мне приходят стажеры, студенты. Я им говорю, ребята, мне наплевать, какой у вас диплом. Я, руководитель, через полчаса выгоню вас с любыми дипломами с отличиями. Ты должен уметь работать. Ты получаешь знания для себя. Родители заплатят за вуз, за диплом, даже на работу устроят тебя. Но тебя в 30 лет выгонят навсюду. Кто ты будешь? Объясните им, что вы сами свою жизнь портите. Вам нужны знания. Не обязательно диплом, отличные оценки. Но что вы будете делать? Любой начальник скажет, парень, ты не тянешь. Пошел вон с этой работы. Я тебя взял по звонку, но больше я тебя держать не буду. Как они хорошо работают у меня. Они понимают. Я им объяснил. Нет доходчивого объяснения профессиональной ориентации, будущей работы, необходимости получить знания. Он не чувствует, что действительно, если у него будут хорошие знания, его кто-то оценит. Мы должны показать ему, что любой начальник заинтересован получить к себе в свой отдел, в подчинение, в свое управление, в свою организацию очень образованных людей. Тогда он вместе с ними добьется больших успехов. Это нужно объяснить. А так, конечно, они видят, что за деньги там товарищи сидят. Это тоже Прохоров. Откуда становишься начальником управления? Слушайте, сегодня это невозможно. Но вы к нему прям неравнодушны. Нет, ну и потому что я при советской власти знаю, даже родить дети ответственных сотрудников ЦК, КПСС, КГБ не могли стать начальником управления в банке за студенческой скамьи. Кто-то вел его и довел сегодня до кандидатов в президенты. Это же опасно. То есть нужно смотреть. При советской власти я завидовал. У кого-то папа генерал, ЦК, КПСС ответственный. Всех их устроили. Меня в армию в Тбилиси. А они все устроены. Красиво. Мне это было противно. Но я понимал, что в армии я буду. Эти знания мне потом пригодятся. Ибо я себя уже ориентировал на какую-то политическую деятельность. Я потерпел два года в Тбилиси. Почему я из Тбилиси уехал? Вам это близко. Невозможно жить. Вот они грузины, а вы все остальные люди второго сорта. Вот в магазине это. Это может быть наличие клетки. Я бы попросила все-таки не обобщать. Потому что, вы знаете, иногда бывают случаи, когда два разных народа договариваются. У меня мама армянка. Знаете, так тоже можно сказать. Армяне грузин не любят грузин. И что, армяне хорошо себя чувствуют в Грузии? Я могу вам сказать, что вы абсолютно... А грузины в Армении? Нет. Вы абсолютно справедливо затрагиваете проблему национального воспитания. Да? Я переведу ее на Россию. Давайте. Я вот думаю, сейчас передам слово Альберту Харисовичу. Но прежде я отмечу, мы не говорим об этом, но в средней школе вопрос того, а почему у тебя темные брови? Или почему у тебя другой цвет кожи? Или почему у тебя разрез глаз? Возникает. Такой? Возникает. Для этого не надо ехать в Тбилиси. Для этого достаточно пойти в любую школу. И как это решать, это большой вопрос. Вот. Вот, например. Пожалуйста. В Татарстане, я коротко, прежде чем передать слово. Все, кто был, видели. Знаете, тренеры из Сингапура очень-очень черные. Но это им абсолютно не мешает, сильно загорелые ребята, как вы любите говорить, но это им абсолютно не помешало интегрироваться в татарскую систему образования, быть принтами. И, насколько я видела, с большой симпатией и желанием и татарским педагогическим сообществам, и школьникам. Объясните, почему, и задайте ваш вопрос, пожалуйста. Владимир Владимирович, если позволите, я хотел задать два вопроса. Ну, один раз уж я здесь представляю национальную республику из нашей необъятной Родины, связан с изучением национальных языков в национальных республиках. Вы сказали, что этого делать не надо, потому что, вот я записал, что это якобы ведет к межэтническим конфликтам. Я могу вам сказать, что у нас оба языка республики Татарстана, русский язык, естественно, и татарский язык, изучается почти четверть века во всех школах. И я не слышал, что у нас были какие-то межэтнические конфликты. Может быть, вы мне подскажете? Это потом скажется. Все дети любят все хорошо, все в начале. Потом, в 40 лет, в 50, у людей начинает возникать, как бы, момент. Вот он уедет из татарии, русский. Уедет в другое место, где татарский ему будет не нужен. И другой русский, который изучил. Но у него останется опыт жизни с другими народами, жизни в дружбе, в понимании, в согласии. Это опыт бесценный, его надо обязательно давать. Поэтому это не достанно, это достоинство, это плюс. Да, если бы мы были два народа. Вы одно не можете. Он уедет в Якутию, скажет, чем это татарский. Ничего страшного, в Удмурте пусть изучают Удмуртский язык. И сколько он будет изучать? Удмуртский, ничего страшного. Нет, нет, я говорю про людей, которые живут вот на этих землях. Они же получают бесценный опыт того, что мир большой, что люди разные. И вот Тина совершенно точно сказала, когда приехали темные педагоги, ну, черные, хорошо загорелые педагоги из Сингапура, мы с ними прекрасно ладили. Когда они улетали от нас, они плакали в буквальном смысле этого слова. И наши учителя плакали. Потому что у нас есть опыт общения с другими народами, опыт дружбы с ними, опыт понимания. Я считаю, для такой огромной страны, как Российская Федерация, где вы абсолютно точно сказали, что сотни народов живут, этот опыт бесценен. И его надо приветствовать и развивать. Я не против опыта. Я просто говорю о нагрузке. Русский не должен изучать сотни языков. Повторяю, если бы у нас было два языка, я сто раз сказал бы, давайте русский изучим второй язык. Но через сто километров башкирский язык учить нужно. Удмуртский, Коми, Мордва. В Мордве два языка. Да вы что, в Мории два языка? У них горный марийский обычный. Да вы что делаете вообще? Русский скажет, да за что? Я должен учить еще диалекты. То есть в этом плане, я вам говорю, не свою позицию. Я живу в Москве. У меня один язык русский, четыре иностранных, которые мне близко не нужны. Сейчас верните мою молодость. Я никогда не буду учить турецкий, немецкий, французский и английский. Я лучше изучу глубоко русскую историю, искусство, экономику, право. Все остальное мне переведут. Вопрос нагрузки. Что дешевле? Вы понимаете, что хорошо изучать другие народы, языки. Это как бы совместное проживание. Но сегодня мир глобальный. Через два часа и вообще в другом мире там понятия не имеют, что это такое. Если мы же двигаемся сегодня. В этом смысле я говорю свою позицию. Не пытайтесь меня переубедить. Это лишняя нагрузка изучать не только местные языки. Иностранные. Пусть дети сами решат, когда станут взрослыми, что им нужно знание какого-то языка. Кто изучает иностранный язык? Кто хочет уехать туда? Здесь, в Москве, нам не нужен иностранный язык. Все переведено. Все доступно. Все легко. Зачем загружать память? Вот вы когда говорите, изучаете другой язык. Вы два языка с детства вынуждены были изучить. А русский должен искусственно его учить. Он ему не нужен. Он дома по-русски говорит. Где он будет применять, допустим, удмуртский? Не будем брать татарский. Где? Когда по-удмуртски никто не говорит. В Ижевске даже. Что он будет делать? На меня обиделся президент Коми. Я говорю, приезжаю с этой парни, могу найти Коми. Но они живут в селе. В городе их почти нет. Я же не говорю, что Коми плохие. Я не могу их найти. Вот Жириновский против Коми. Кто сказал против Коми? Но русский тоже будет изучать Коми, если нужно поехать 100 километров от Сыктывкара. И, может, там вы найдете говорящего на Коми языке. Все Коми говорят по-русски. И не хотят на другого. Только один вопрос. Сколько языков вы лично знаете? Я с большой неохотой изучил 4 языка. Я окончил институт страны Африки. Восточный. Там меня заставили учить турецкий и французский. Французский совершенствовал в Мари-Сатаре заведение факультет. На работе 3 года английский совершенствовал после школы. И еще 3 года, 4 года немецкий. То есть полный курс 4 языков. И совершенно ничего не надо. Мне поступают документы, переведенные на русский. Зачем мне знание немецкого, английского, французского? Где я буду применять? Я видела дебаты, где вы вдруг блестяще заговорили на немецком. Вот ответ. Да, сейчас на французском сдал интервью, французскому радио. Но нагрузка бешеная. Я говорю о нагрузке. Не меня берите в пример. Но миллионы детей наших не должны подвергаться. Это тяжело. Идеальный вариант знать все языки, все предметы, все науки, спортсмены на искусство. Но он погибнет. Это невозможная нагрузка. Вы подумайте о том, что будет с ним. Вот, летчик 44 года умер. Все. Что они сделали? Не давали вас бы сэкономили на гостинице. То есть он летит как запасной экипаж в Бангкок. А потом как летчик. И снова летит как запасной. Где он будет отдыхать? С пассажирами, которые едут на гулянки, пьянки. Сэкономили? А где человек умер? Чрезмерная нагрузка. Чрезмерная. Давайте остановим. Образование тоже чрезмерная нагрузка. Поэтому давайте сократим в целом объем нагрузки. Чтобы он не превышал 5 часов в школе, в вузе, в любом учебном заведении. 5 часов, не больше. Все остальное, никакого домашнего задания. И свободный выбор предметов. При свободном выборе никто не будет изучать иностранные языки. Давайте дальше. Валерий Иванович, чтобы закрыть вот эту часть нашей дискуссии, я просто хочу сказать, что в Татарстане продолжительность жизни самая большая или одна из самых больших в Российской Федерации, несмотря на изучение двух языков. Если позволите, я перейду ко второму вопросу. Вы сказали, что не нужно никаких выпускных экзаменов, что в университет нужно брать всех желающих. Но вот такая абсолютно жизненная ситуация. Значит, допустим, вы ведь заканчивали юридический факультет Московского университета. Вот туда захотят пойти сразу, одномоментно, 10 тысяч желающих учиться на юридическом. Вы найдете места для всех? У нас максимум 10 вузов, которые пользуются всеобщей популярностью. МГИМО, МИФИ, ФИСТЕХ, БАУМАНСКИЕ и какие-то факультеты МГУ. Давайте объясним ребятам. Дома сидите. Родители, одноклассники, дворовые ребята ваши, дружба ваша. Ваши там родственники похоронены. Все эти дома. Зачем вы едете в чужой город? Зачем общежитие? Давайте объясним им и скажем, что знания сегодня можно получить хорошие в любом вузе, в любом городе нашей страны. А тем более дистанционное управление. Интернет сегодня. То есть по этому смысле давайте объясним. Но действительно много окажется в какой-то вуз. Собеседование. Этому вузу разрешим провести собеседование, чтобы принять наиболее одаренных из этих 500 человек 100 мест. Это точно такой же отбор? Да. Это можно сделать? Пожалуйста. Пусть. И сказать им, ребята, пока ты здесь в очереди стоишь, чтобы мы тебя прослушали для собеседования, в других вузах закончится набор. И он поедет, поступит в любой вуз. Поэтому это можно все объяснить. Выпускникам, чтобы они не рвались ни в какие. Я почему приехал в Москву? Потому что мне сказали, что я не поступлю там, я не казах. Я почему из Грузии уехал? Перспективы нету. Я не грузин. Вот в чем проблема. Если у нас было бы единое культурное пространство, мы бы сидели все дома. Проверьте всех, кто мигрирует. Вы увидите, как-то так или иначе связано с национальным вопросом. Просто так человек не взял чемодан и поехал. Обязательно национальный вопрос имеет место быть. Поэтому здесь мы не должны закрывать глаза и все беженцы в мире. У нас 9 миллионов беженцев после 1991 года. Больше, чем во время Второй мировой войны. Это что? Враг пришел? Национальный вопрос. Везде сказали, что русские, русофобия. И на этом делают ставку этнические группировки. И большинство людей оказались в национальных государствах. В худшем положении. Поэтому эту тему бесполезно трогать. Мы ее сейчас не решим. Но я повторяю еще раз. Все конфликты в мире на межнациональной основе. Сирия сегодня. Почему? Несколько религиозных. Все арабы. Но разные религиозные группы. Алавиты, суниты, шииты. И будут в кровь уничтожать друг друга. С тем, чтобы привести к власти проамериканский режим. Потом появится новый Асад. И всех уничтожат, кто привел к власти. Тех, кто после Асада. И опять на межнациональной основе. За Кавказе обязательно, если будет ситуация нападения на Иран, Азербайджан постарается силой забрать Карабах. А Армения встанет на защиту. Принцип национальный. Армяне и азербайджанцы никогда не решат Карабахскую проблему. Евреи и арабы никогда не решат проблему Иерусалима. Грузины и Абхазы и Осетины никогда не договорятся. Давайте пусть договорятся. Не получается. Осетины знают грузинский язык. А грузины некоторые знают осетинский. И не хотят жить вместе. Это самый сложный национальный вопрос. Очень сложный, когда воспитывается столетиями определенная несовместимость. Не хотят. А как вы предлагаете, например, после 5 марта, я сейчас просто задам вопрос, а потом, пожалуйста, задавайте вопрос. Как вы предлагаете, был вариант ведения уроков, связанных с религией, вот об этом говорили, частично этот эксперимент удался, но тем не менее, как развивать национальную толерантность у школьников? И вы абсолютно правильно затрагиваете. Здесь я с вами абсолютно согласна. Это одна из главных проблем. Почему у кого-то другой разрез глаз? Как вы технически, только технически, не со ссылкой на историю начала 20 века, а технически, как сегодня здесь и сейчас, вы это будете решать? Министр образования должен выступать по Всероссийскому каналу, самый большой ВГТРК, и каждую неделю читать лекцию о том и объяснять всем детям, пусть им все сядут, урок всероссийский, потому что подготовим специалистов, тысяча школ, это лет 10 уйдет. Телевидение и интернет. Всем сказать, дети России, школьники, вы все одинаковые, вы все граждане России, никакого значения не имеет национальность, цвет кожи, пол, возраст, рост. Вы все живете на одной нашей земле. У нас есть главный язык в стране русский. Все, кто хотят, пусть изучают еще какой-то язык местной, какой-то другой национальности. Пожалуйста. Но русские должны чувствовать себя комфортно, потому что это государство и для русских тоже, и любая национальная группа. Русские должны знать, что, возможно, до них уже жили удмурты или, допустим, морейцы. Мы туда пришли, в этот регион. И те, кто, допустим, приезжают в чисто русский город, должны понять, что здесь свои какие-то обычаи, и надо не вызывать межэтнических конфликтов. Вот простой пример. Сейчас в Голландии конфликт. Голландцы с собачкой гуляют, мусульмане говорят, нельзя держать дома животных. Что будет делать Голландия? Мусульмане считают, что животное в доме нельзя. Это грязь. Это грязь. А голландцы считают, да вы что? Всю жизнь дома была домашняя собачка. Вот конфликт. Совершенно несовместимый обычай у мусульман и у христиан в Голландии. Вот проблема. Переводя в практическую плоскость и завершая нашу дискуссию, Владимир Вольфович, самое главное, ключевое, вы сказали о министре, который будет общаться со всеми. И тогда справедливо вас спросить. Скажите, если вы 5 марта станете президентом Российской Федерации, кто будет вашим министром? Насколько вы будете менять министерство? Как вы будете заниматься развитием образования в России? Как вы себе это представляете? Только очень конкретно. Кто эти люди? Значит, министерство образования нужно оставить только как министерство просвещения, было в советское время, красивое название, просвещение. Только школы и вузы. Науку надо перевести в экономику. Или в промышленность. Потому что образование, мы должны думать только о школьниках и о студентах. Если еще про науку, то это слишком тяжело для этого ведомства. И, естественно, я буду искать министра. Я посмотрю, что это у нас за лучшие учителя. Учитель года, каждый рост кого-то награждает. Этот человек должен быть очень-очень уникальный. Это трудно, понимаете? Мы не можем второго Толстого сейчас получить, второго Чайковского. Первое время я сам это буду делать. Как глава государства, имея самый высокий авторитет, я скажу, что я всех буду жестко наказывать за любой межэтнический конфликт. И русские должны чувствовать себя свободно. И любая национальная группа. Но национальность, религия, все оставьте дома. Вы выходите из дома, вы граждане России. Все. Идешь в национальную школу, пожалуйста. Там у вас на вашем языке преподаются все предметы. Так вы просто граждане. И не надо, так сказать, пытаться провоцировать какую-то несовместимость или недоброжелательность. То есть нужно день и ночь говорить об этом. Сколько у нас времени на передачу уходит? Вот Малахов. Каждый день показывают, каждый день. В лучшее время, с 8 до 9, он показывает самое грязное, что есть в нашей семье. Каждый день кто-то кому-то клянется, разводы, убийства там. А откуда вы про это знаете, если вы это не смотрите? Я иногда включаю все каналы. Я смотрю все каналы 5 часов в день. Естественно, я час не смотрю его, но я уже заранее знаю, что это за передача. Вот у нас время великолепное. Первый канал с 8 до 9. Давайте вот прямой эфир, опять же, второй канал. Тоже с 7 до 8. Давайте вот этот час используем не то, что там пытаются перебить Малахова, а воспитательные передачи. Чтобы самый авторитетный человек, знающий психологию всей страны, хорошо знающий национальный состав и религии, кроме меня такого нету в стране. Зюганов не может, Прохоров никто не может. Потому что я жил в национальных регионах. Я изучал ислам. Я все изучал. Поэтому пока я это все буду делать. Вместо этого Фурсенко делает, он это не умеет, не знает и не хочет. У нас все наоборот. У нас в стране министры, которые не хотят быть министрами. Президенты, которые не хотят быть президентами. Страна, я написал книгу. Все наоборот в России. Мы все делаем наоборот. Понимаете, получается, люди ничего не хотят делать. Вы дайте возможность другим. Ведь мне почему не дают, когда будет мой авторитет подниматься? И на очередных выборах им не удастся получить большинство. Или на выборах президента не удастся провести в один тур. Поэтому, зная, что только я могу, а у них нету, они эту тему закрыли. И никто образованием, педагогикой, воспитанием в стране не занимается. Потому что они не могут, не хотят. Своего нет. Видите, они журналистов поставили на оборонку. Это что такое вообще? Журналисты и оборонка. Это же несовместимо. Последний вопрос, Владимир Владимирович. Вы так интересно про образование говорите. Думаю, всем тоже, у кого есть дети, будет не безинтересно узнать. А когда вы в последний раз учебник открывали? Вот внукам помогаете, например, уроки делать? Ну, они ко мне приходили. Там французский у них и английский. Пару раз что-то такое я помог. Я с удовольствием смотрю в учебники. С удовольствием. Вот я был в институте истории. Мне дали «История современной России». Открываю про ЛДПР и сейчас на них в суд подаю. Пишут. ЛДПР – партия, которая за кулисами играет на власть, а перед избирателями изображает себя оппозицией. Ну что, это кто такой вообще? Вы что вообще? Кто вы такие? Какие вы историки? Какие вы преподаватели? Вы что пишете чушь? Вас не было еще в этом институте, когда я уже возглавил партию. Пихоя, автор одних. Он госархивами руководил. То есть вот, что дети будут читать? Ложь. Во всех учебниках истории написано ложь. Все учебники по обществоведению. Отрываю учебник «История России», 96-й год. Черновыдин еще у власти. На выборах победила коммунисты на втором месте НДР, на третьем ЛДПР. Мы на втором. Ну что же вы делаете? Ну два месяца назад вся страна знает, что мы на втором. Они пишут, что Черновыдин же заплатил им за учебник. Это страшно, что все учебники исказили. Все вопросы исказили. Национальные, смотрите, сносят памятники везде советским солдатам. Это-то при чем? Посмотрите учебники. Я не буду называть, сейчас республика одна, серо-кавказская. Написано, надо убивать русских. Вы представляете, как растут дети? Я не спрашиваю, а почему надо убивать русских? Это в мемуарах у Полторанина написано. Он едет в купе с семьей из этой республики. И девочка спрашивает бабушку. Бабушка, а зачем убивать русских? Откуда ты взяла? А вот, говорит, учебники написано. Учебники. Сегодня. Не Грузия, это наш учебник. Где министр образования? Он что, не прочитал учебники по всей стране? Что там написано? Русских надо убивать. Это что, образование? Вот, пожалуйста. Давайте хоть это уберем. Чтобы в учебниках, выпущенных и в школах Российской Федерации, не было призыва убивать русских. Вот, что у нас творится. Надо проверить все учебники. Написать их нейтральные. И не писать глупости о том, какая партия, кто там за кулисами. Он что, со мной стоял за кулисами? Вот в пятницу, послезавтра, мы встречаемся с руководством. Конечно, мы будем говорить, что делать 4 марта. Что некоторые закупили уже палатки. Что в стране может возникнуть гражданская война. И что наши переговоры это за кулисами. Спасти страну это за кулисами. Еще один дурак пихоя через 20 лет напишет. Жириновские накануне выборов все, когда президенты, собрались в Кремле и решали, как им что сделать 5 марта. Так мы должны это делать. Мы что, сами хотим в крови сделать всю страну? Это что, начинаются закулисные переговоры? Это нормальные переговоры всех. Я по всем договориться. Но кого-то пихоя напишет через 20 лет, что Жириновский договорился с Медведевым, с Путиным. Пользуя там выборов 4 марта. Ну такой дурак найдется. Как я сегодня считаю, что я якобы за кулисами с властью, а перед избирателями я изображаю оппозицию. Да мы все должны вести. Я к вам приехал что сюда? Разговаривать? Вы лучше меня узнаете, я лучше вас. А кто-то сказал, Жириновский валялся в ногах у членов общественной палаты, просил их поддержать его на выборах? Я валялся здесь у вас? Нет. А какая-нибудь желтая газета напишет. А скажите, Владимир Рольфович, все-таки сегодня кто бы что бы не писал, всегда есть альтернативная возможность высказать свою точку зрения, и слава богу. Напоследок тоже очень интересно стало. Вы как человек, который постоянно самообразовывается, и я это знаю, вы интернетом честно пользуетесь? А? Интернетом честно пользуетесь? Честно ничем не пользуюсь. Все помощники. Написали глупость, вот сейчас мне принесли. Мне прям выписки дают. Такой-то блогер пишет другому. Жириновский с Прохоровым вел дебаты сидя. Наверное, у Жириновского артритер и тромбофлебит. Слушайте, ну разве такие вещи можно? А сейчас стоя, сегодня смотрите, 20.50. Стоя. Жириновский стоя вел дебаты с Прохоровым, потому что у него геморрой, он не может сидеть. Все что угодно можно написать. Понимаете? Ребята думают. Им хочется участвовать в интернете. И всякую чушь будут писать. Поэтому то, что меня касается, мне вытаскивают с интернета. Но просто времени все читать, конечно, у меня нет. Но интернет великая вещь. И сегодня там люди самореализуются. И там они говорят сокровенное. Вот прочитав интернет, у нас было заседание госсовета январь 2010 года. Я, помните, вывел депутатов всех по случаю выборов в Мосгордуму, когда была фальсификация. Вывел я. Зюганов не хотел. И Миронов. Полпарламента я вывел. Ну испугались они. Давайте заседание госсовета, посвященное демократии. Я говорю там. Слушайте, вы посмотрите, что о вас пишет интернет. Там же правда. Народ о вас там пишет правду. Правду. Один из руководителей, не буду фамилию называть, потому что еще у нас 4 марта. От них многое зависит. Он говорит, а, интернет, там все что угодно могут написать. Вот. Власть не любит интернет. Потому что там правда. Там правда. Вот Даркина убрали. Я рад. Но я это требовал несколько дней подряд. Лужкова убрали. Я это требовал. То есть мы вместе делаем общее дело. Да, пожалуйста. Знаете, как я бы хотела, чтобы вы последнюю точку поставили? Только в трех фразах. Ленин говорил, учиться, учиться и еще раз учиться. Тремя глаголами. Школьникам, что вы скажете? Учиться, отдыхать и голосовать за ЛДПР. Спасибо. И будет полный порядок. До свидания. Спасибо. Все. И вы впервые меня позвали. Вы себя обрадываете. Вы здесь была сестра Прохорова. Это разве не... Вы должны в ресторе встречаться? Это позор, что он прислал сестру. Ай, это общественная палата. Иди, сестренка, поварку с ними. Это позор. Миронов? Да. Миронов пришел. Не хочет он. Коммунистов бойтесь. Они самые опасные. Почему? Потому что они левые. Все такое левая жена. Левый заработок. Левая работа. Это все опасно. Голосовать за ЛДПР. Всем. И будет счастлива жизнь. Не будет этнических проблем. Будем жить лучше. Не будет опасности. Они слабые все. Понимаете? Они все. Кроме меня. Просто слабые. У них нет воли. Они не давали. Простите, Владимир Владимирович, что когда вы разрешите выбирать предметы, и попадет кто-нибудь из ваших родственников в больницу, хирург скажет, знаете, а вот сердечную хирургию я прогулял. Давайте я вам махну вырежу. Здесь, в этом смысле, мы с вами в дипломе ему напишем. Врач общей лечебной практики. Он не хирург. Хирурга мы заставим выучить все, что связано с хирургией. Да если специализация пошла. Он учился 4 года. Так не будем мы его право выбора давать. 4 года пусть выбирает. Он поймет, кто он. Хирург, уролог, рактолог, терапевт, фтизиатор. Пусть он определится. И тогда пускай еще 3 года сидит и изучает эту узкую направленность. Обязательно. Но пусть он сперва выберет. Иначе он... Я уже не знаю, что мы в образовательном сообществе все-таки поставили эту точку. Конечно. И так специализация будет. Обязательно. Сперва пусть он определится, что же он хочет. А потом жестко его заставить быть узким специалистом. Если он не станет, диплом не давайте. И к врачебной практике не допускайте. Разрешаю. До свидания.